Всем привет! Привет! Мы только подключились, сейчас ждем кто к нам присоединится. Мы вещаем с двух телефонов. Здесь с моей стороны мой, здесь Дениса. Будем работать на две камеры. На три камеры. Да, третья камера у нас посередине. Виталь, мы каждый месяц делаем прямой эфир. 3 марта, потому что 3 декабря сюда приехали, и вот каждый месяц делаем прямой эфир, подводим итоги жизни в Турции. Да, сегодня ровно третий месяц нашей жизни здесь, в Турции. Вот, по таким знаменательным датам мы делаем прямые эфиры раз в месяц. Так, ну что, давай, с чего мы начнем? Какие итоги мы подводим? Ну, сначала мы скажем о том, что это наш последний прямой эфир в Инстаграме, дальше мы хотим переходить на Ютуб. Я думаю, что это будет удобнее, и это сейчас больше набирает популярность, поэтому будем приобщаться к Ютубу. Да, удобнее. Hi, Кевин! Кевин, да, подсоединялся? Да. Дальше. Мы хотели рассказать сегодня, ну, я, как всегда, составила план, о чем мы будем вещать. И вначале мы хотели рассказать о том, как мы прожили эту зиму в Турции, как мы ее пережили, в принципе, легко мы ее пережили, мы думали, что будет гораздо холоднее, чем было, и в целом, вообще, мы практически не мерзли, мы даже практически кондиционер не включали всю зиму. Да, я даже, мы подсчет ввели, мы включали в январе кондиционер на 8 где-то часов, да, за весь месяц, 8 часов кондиционер работал. Ты считал? Да, да, да. А в феврале мы его раза, по-моему, два включили тоже на пару часов и все. И не пользовались. Да, и, кстати, вот в апартаментах, в которых мы живем, у нас удивляются менеджеры, как мы так мало... Да, у нас самый низкий счет, самый маленький счет. Я даже скажу, сейчас я отвечу на вопрос сначала, да, как долго. Мы до конца года здесь точно, у нас ВНЖ турецкий, мы его получили пару недель назад, и все, до конца года мы будем здесь. Вот. Так вот, счет у нас, первый счет был за декабрь, с 11 декабря, по там, конец, да, декабря, 700 ли... Ой, 70 ли? 70. Вот. А потом в январе побольше 140 лир, и за февраль... 180, по-моему. Нет, за февраль 1100. А, ты 114. 114. Я в рубли привожу. В общем, мы не выходили за пределы полутора тысяч рублей. Да, да, то есть, все, мы платим только эту сумму, и все, у нас вода включена. Ну, многие, кто смотрит прямые эфиры, знают, да, что у нас интернет включен, вода включена, мы живем в апарт-отеле, вот, платим только за электричество. Да. Тысячу рублей, там, грубо говоря, все. Да, поэтому зиму в Турции мы прожили, в принципе, не очень затратно. Мы платили только за аренду, за электричество. Ну, и в целом, на проживание здесь у нас на питание уходит, ну, не больше 15-18 тысяч рублей на двоих. Ну, с каждым месяцем все меньше. Вот за февраль уже получается, что мы потратили где-то на питание, на двоих всего 14 тысяч. Причем мы мясоеды, мы каждый день кушаем мясо. Там, не знаю, курицу, индейку, там фарш покупаем здесь готовый, хороший фарш. Вот так, звука нет. Да, меня тут спросили вопрос. Did you learn Turkish? I tried to learn Turkish. I started two months ago. Я начала изучать турецкий два месяца назад, но я пока еще, ну, не могу свободно изъясняться. Я могу там прийти в магазин, на рынок, как-то сказать, что мне нужно, там, поблагодарить. Но так, чтобы о чем-то детально разговаривать, нет. Я пока еще не дошла до того уровня. И вообще я хотела, но сейчас очень много времени отнимает моя другая работа. Я учу иностранцев русскому языку. Вот, поэтому, ну, я надеюсь, что найду время для своего турецкого, чтобы тоже знать этот язык и свободно здесь общаться. Вот здесь вопрос. Вы где-то работаете? Ну, сейчас мы работаем каждый, получается, на себя. Денис ведет тренировки онлайн. Я преподаю русский язык онлайн. Так, попробуем еще. Вот, и с апреля, со второй половины апреля у нас начинаются тренинги. Мы собираемся работать у туроператора гидами. Вот, поэтому сейчас мы работаем как бы удаленно, но планируем работать, как все, с начала сезона. Вот, дальше у нас была такая тема про начало весны, как она здесь началась в Аланье. И она началась вообще пасмурно. Последние дни здесь, точнее, первые дни марта, они были дождливые. И что-то прям холодно, холоднее, чем в феврале. Да, пасмурно. Ну, пока мы надеемся, что весна впереди, что у нас скоро наступит. Вот, кстати, недавно я была приятно удивлена. Я увидела на набережной тюльпаны расцвели. Вот, и знаю, что в горах сейчас очень красиво, там цветут деревья. Вот мы на многих ребят подписаны, кто здесь живет в Аланье, в Махмутларе. И они уже нас вот такими вот красивыми фотографиями удивили, которые вот в горах. Дальше я хотела рассказать про снятие ограничений. Давай ты расскажешь. Ну, что говорить, со 2 марта открылись у нас кафе, рестораны. Можно ходить уже с загрузкой, на загрузку 50% только, да, то есть половину ресторана можно загружать. Артем, скажи, если звук есть, нет, там как, у меня мало, у меня смотрят поэтому. И Акчамлар нам из Аланье приветствует. Доброго вечера. Какими языками мы владеем? Русским, английским на уровне... Они испанский еще знают, базовый. Я начинала изучать испанский в прошлом году, но я не ушла далеко, потому что... Да когда, когда, не знаю, выходные. Потому что мы вот решили приехать в Турцию, и сейчас я начала изучение турецкого. То есть у меня испанский на стартовом уровне остался, и вот турецкий на начальном. Вот, но испанский, я считаю, это самый красивый язык. Я обязательно вернусь к его изучению. Аня турецкий учит, уже всю тетрадь я списала, А4, я не знаю, что она там запоминает. Я не могу, я пока английский повторяю, учу, потому что я его забываю постепенно. Забываю и приходится все повторять. На один шаг, на один уровень назад возвращаться и повторять. Ну, на самом деле, просто сейчас тут особо не с кем английский практиковать. Да. Мы приходим на рынок, с нами там на русском говорят. Это так ужасно. Турецкий инглиш, он просто невероятно ужасен. Я слушаю его, и я думаю, блин, это я неправильно говорю, или они там предложения неправильно страдают. Тут просто в одном разговоре, например, с торговцем на рынке, там можно и там одно слово на английском ставить, два на турецком и четыре на русском. Вот так они разговаривают. Да, в общем, лучше на русском. В Турции говорить лучше на русском. Наверное, только в отелях, ну, в больших отелях. Английский понимает нормально и говорят на нем. Да. И все, остальное... Пока особо не с кем практиковать английский, к сожалению. Вот. Про снятие ограничений. Ты рассказал, что со 2 марта произошло? Да, 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 да. А, единственное, я не дорассказал до конца. Да, то есть 50% загрузка в ресторанах, вот. А карантин только на воскресенье остается у нас. И то туристов это также не касается, по-моему, да. Вот. И ПЦР-тесты, ну, официально пока там до 26 мая нужны. Но, мне кажется, отменят в апреле, может, к апрелю отменят ПЦР-тесты. Мы очень надеемся. Все надеются, да, на это. Но пока до конца весны продлили. Пока. Да. Вот. И каждые 2 недели будут пересматривать вот эти вот решения, там Турцию поделили на зоны. Ну, все знают, да, если новости читали, смотрели. Там синяя, оранжевая, красная зона, вот Анталийский берег. Мы в оранжевой зоне. В оранжевой зоне, да. Такая средняя опасность. Поэтому. Ну, в общем, все уже неплохо. Да, мы были очень удивлены. Я просто не могла оторвать глаз. Вот мы вчера, да, 2 марта, мы вышли прогуляться. Я смотрю, что в кофейне сидят люди. Причем, холдорс, они даже на улице сидели, там столики поставили. Ну, под зонтиками. Кафешки забиты, о, как это, как это. Кафешки забиты, там, не знаю, люди решили отметить этот день. Обязательно провести его в кофейне или в ресторане. Потому что это действительно событие. Мы зашли с Денисом тоже в ресторан. Да, какой ресторан? А, ну да, ну сначала в ресторан. Ну, ресторанчик, мы очень проголодались. Мы заходим в ресторан, там вообще никого. К нам подходят, дают меню. Мы начинаем спрашивать по меню. Из меню вообще ничего нету, кроме курицы и говядины. Да, это нам шеф подошел, говорит, есть курица-кебаб, мясо-кебаб, микс-кебаб. Все, вообще ничего нету. Немножко курица, немножко говядины. Настолько эта вся, мне кажется, новость была неожиданна для многих общественных заведений, что они даже не успели еще там завести продукты в свои рестораны. Ну да. Вот, так что я думаю, что на следующей неделе уже все будет лучше. Так, про ВНЖ давай пару слов скажи. Про ВНЖ многие знают, что я сняла большое видео поэтапное, как его получить здесь в Турции. Сейчас я только обобщу несколько моментов, что это действительно несложно. Чтобы получить ВНЖ на год в Турции, достаточно арендовать жилье. Я имею в виду туристический ВНЖ. Арендовать жилье на год, там или на полгода, смотря на сколько вы претендуете. Вот, если вы на полгода снимаете, то и ВНЖ дадут на полгода. Полгода разве дают? Да, можно, там даже на три месяца можно, я читала. Вот, и в общем, у нас на это ушло около 10 тысяч рублей на двоих. Мы оформляли все самостоятельно. В эти 10 тысяч рублей включены медицинская страховка, всякие там пошлины, фотографии. Ну, мы еще делали аренду жилья, заверяли у нотариуса аренду жилья, но нам это не пригодилось. Ну, ладно, Аня, давай, не надо. Там видео есть подробное, там на 10 минут ты расписала. Месяц сделала видео, Аня сидела, я бы не выдержал, что это делать. Ну, в общем, она очень информативная. Про Махмутлар, давай сначала ты расскажи, а потом я, свое мнение. Ну, в общем, недавно у Дениса были тренировки в Махмутларе, я там ни разу не была, я решила вот разок с ним съездить на прошлой неделе. В общем, мы поехали в Махмутлар, и, ну, если честно, он на меня вообще никакого, ну, такого впечатления не произвел, мне нечем было там заняться, я не знала, куда сходить, я так пыталась сама как-то погулять по городу, посмотреть. Ну, этого, конечно, мало вот так обзорно посмотреть, сделать какое-то мнение, о городе, этого недостаточно, что я там провела временем. Но думаю, что, ну, там скучновато, мне показалось. Каменистые пляжи, конечно, после ланистских пляжев, песочных, песчаных, Клеопатры, ну, мне там совсем тоска взяла. Вот, ну, и дома, они там выстроены, ну, не знаю, как-то все так очень организовано, может, это, конечно, хорошо, там все как по линейке поделено, но мне как-то вот больше нравится, когда есть старинные улочки какие-то есть в городе, когда есть какие-то там крепости, там, что посмотреть. Ну, вот историческая составляющая города для меня, она важна, там, интересно погулять в таких местах. В Мухмудларе я вот, ну, ничего такого для себя не нашла, к сожалению. Вот, а у Дениса другое мнение. А я нашел, я уже нашел несколько квартир там строящихся, где можно купить квартир, несколько домов строящихся, вот, так что, не, мне там понравилось, потому что там, ну, красиво, гора такая близко прям к морю огромная, возрушается прям над городком, ну, я не знаю, не могу его назвать городок, такой район, пригород Ланьи, вот, много очень новых современных домов, это классно, и то, что геометрически все правильно, прям, аллейки, красиво, идеально, детские площадки, все квадратники такое. Очень благоустроено все, да, это огромный класс. Ну, по сравнению с центром Ланьи, там, конечно, благоустроено лучше, и в будущем, это новый район, и в будущем, я думаю, там, через 10 лет мы его не узнаем, он будет красивый, цветущий весь, там будет застройка. Да, такой турецкий бенедорм будет, точно, точно, там и высотные здания есть, вот, мне понравился в целом Мухмутлар, ну, есть свои, вот, минусы, я не сказала, и свои плюсы. Да, благоустройство это огромный плюс, действительно, вот. Hello from Greece, hello from Turkey, нам передают привет из Греции. О, прикольно. И также у нас вот был вопрос, как долго мы планировали переезд. На самом деле мы его... Вообще не планировали. Я не знаю, это произошло за месяц, наверное, когда мы уже настолько были истощены этим российским карантином. Давай, давай я расскажу, потому что я обожаю говорить про нашу Родину. Нет, давай лучше я тогда расскажу. Я два слова. Более мягко. Просто из-за нашей ужасной погоды и ужасной безработицы, да, ну, не безработицы, а ужасных зарплат. Я, скажем так, я работал в фитнесе и получал за... Вот я устроился после карантина в бассейн, я получал за тренировку 270 рублей. Ездил в Самару из Новокубышка, в соседний город. За 270 рублей. Иногда из-за одной, из-за двух тренировок. И я сейчас со стороны на это все смотрю и думаю, ой, блин, какая жесть. Вот. Почему мы раньше не переехали? Да, и мы думали, мы думали переехать вообще куда-то в Азию сначала, переждать там зиму и потом уже в Китай. Мы ждем Китай, у нас там все, на нас там ждут тоже, вот, но пока невозможно. Вот. Думали, может в Индию, может в Вьетнам, ждали до декабря и вот этот российский октябрь-ноябрь. Все, мы там в депрессию ушли, мы там вообще, я просто помирал там от татки. Да, в конце ноября я даже там приболела, ну, мы потому что очень много сидели дома и я не знаю, ну, было очень эмоционально тяжело там находиться, потому что вот даже, ну, я не раз рассказывала в прямых эфирах, что мы, нам не хватало там в прямом смысле воздуха. То есть мы открываем в Новокубышске окна квартиры, нам нечем вдохнуть, выйти прогуляться, ну, смысл, ты на улице себя хуже чувствуешь, чем дома. Ну да, есть такое понятие, как это, дышать полной грудью, да, вот я всегда там говорил, ой, я в Новокубышске дышу на 30%, на 30%, я чуть-чуть вдох сделал и выдыхаю, чуть-чуть, чуть-чуть. Да, действительно. Невозможно дышать. Ну, что ты говорила? Я хотела сказать, что я здесь научилась дышать заново. Да, глубоко дышать. Глубоко дышать, а не пытаться... На самом деле, многие не замечают этого, а это, наверное, одно из самых важных. Чистый воздух, чистейший, да, экология, натуральная еда, здесь молочка шикарная, да, все знают, вот, натуральная вкусная еда, это самое главное. А, ну, сейчас Аня ответит на этот вопрос, не очень подробно. Вот, в общем, да, это самое важное в жизни, да, чтобы и там и дети были здоровые, потом и все. Вот, поэтому так вот. Да, у нас тут несколько вопросов. Первый вопросик от моей сестры. Когда ты планируешь встретиться с Эльчином? Эльчин Сапарли, это вот мой любимый турецкий писатель. Моя мечта побывать в Стамбуле, о котором он так красочно рассказывает в своих книгах, и, ну, в идеале, конечно, встретиться с писателем или попасть на какую-то его встречу. Ну, да, мы планируем как-нибудь в Стамбул заехать. Когда он там будет, у себя в домике, мы домик его уже знаем. Мы знаем, на каком улице. Да, вот, мы к нему заглянем на чай, на... Что он там по утрам, плюшки? Семиты. Семиты, да. Да, мы пакет семитов возьмем и в гости к нему заглянем. Ну, это, конечно, так, наши мечты, так скажем. Ну, может быть... Да не, все реально. Вот. Тут же у нас вопрос, вы муж и жена. А, ну, вы муж и жена? Ну, отвечает, значит, на чай. Ну, в общем, когда это было? В прошлом году, еще на мой день рождения, точнее, спустя два дня после моего дня рождения, мне Денис сделал предложение. Вообще-то я в твой день рождения тебе сделал. Как в мой? Мы в бассейне были. Нет, тогда тебе еще кольцо не доставили. А, точно, точно, точно. В общем, мы, если не углубляться в подробности, Денис сделал мне предложение еще в прошлом году, в январе. Это было эпично, это было в бассейне, в ЦСКА. Таня, надо это рассказывать. Ты давай это расскажи, муж или не муж там. Нет, ты мне не муж. Ну, а что ты там издалека? Давай, посучи. Ну, в общем, мы планировали свадьбу в Греции еще в прошлом году на острове Санторини. Но из-за ковида, из-за всех этих ограничений мы не смогли осуществить нашу мечту, так скажем. И сейчас тоже нет четкого понимания о том, что Греция открывается для нас. Поэтому пока мы официально не муж и жена. Вот, скажу так. Ну, мы планируем это сделать в Турции. Ну, зачем? Зачем ты сказал? Я хотела сказать. Следите за нашими прямыми эфирами на YouTube. Там будет много интересного. Но я же не сказал ничего конкретного. Ладно. Ну, в общем, планы есть. Сделать это здесь, в Турции. Потому что, блин, ну сколько можно откладывать? И кто знает, какие еще ограничения будут, на какие страны накладываться. В общем, Грецию сейчас, ну, даже с экономической точки зрения, ждать невыгодно. Мы, да, не очень хорошо стали относиться к Евросоюзу, потому что стали появляться новости, что они там от туристов паспорта вакцинации там требовать хотят. В общем, и помимо визы, да, шенгена. Поэтому, да ну нафиг туда сейчас ехать. Пока нет, Грецию вряд ли. Вот, а дальше... О чем мне думать? Я уже все решил. Так, у нас на повестке дня, я же планы составляю на наши. А я тоже все решила. Как переехать, чем тут заниматься? Вот у нас иногда поступают такие вопросы, там ВКонтакте мне иногда задают люди, которые они хотят. Они хотят переехать, хотят изменений, но не знают, с чего начать, за что взяться там, и как тут вообще выжить, на что жить. В общем, самое простое. Сейчас и в России очень много таких направлений, когда человек что-то свое придумывает, да, ну там элементарно, печет там тортики, кейки делает, не знаю, бьюти-индустрия там, реснички, ногти, да что угодно. Здесь девочки этим же занимаются тоже, они создают там у себя в Инстаграме страничку, там пишут местоположение и активно развивают там рекламу на Фейсбуке, везде, короче, кто на что гораст. Конечно же нелегально. Можете даже этот вопрос не задавать, здесь 80% или, наверное, 90% тех, кто живет, подрабатывают, не будем говорить, что это работает, подрабатывают нелегально. Ну, либо есть вариант открытия пей, делать это легально. Но лучше, по-моему, сначала раскрутиться, чтобы... Бизнес в Турции это тяжело, вот, поэтому, как местные говорят, вот, поэтому, ну, большинство работает так, нелегально, на себя. Да. Вот, также спрашивают там про более такие углубленные сферы, там, как строительство, там, газ, нефть. Ну, мы, тоже я вот изучала этот вопрос, тоже смотрела вакансии, потому что, ну, люди интересовались, спрашивали. Но, на самом деле, здесь не так много вариантов в этой отрасли. Вот, поэтому исчерпывающие ответы я не могу дать по этим отраслям. Вот, и мы хотели также рассказать про наши ожидания и вообще о сезоне в Турции, который начинается со второй половины апреля. Какие у нас ожидания и какие ожидания вообще у местных. В общем, тот факт, что уже открылись кафе, рестораны, это, я считаю, наиогромнейший плюс, и это уже дает большую уверенность, что сезон начнется, как и в прошлые сезоны, до ковида, во второй половине апреля. Ну, уже такие массовые заезды, они начинаются там на майские праздники, и во второй половине мая уже там полная загрузка. Вот, также, ну, мы можем сказать, что мы общались вот по работе с туроператорами, они тоже говорят, что уже... Можешь сказать в цифрах, какое количество туристов ожидают некоторые туроператоры здесь? Много, да, 5-7 миллионов. От 5 до 7 миллионов, ну, крупные наши федеральные операторы, да, вот, ну, каждый где-то от 5 до 7 миллионов хотят принять туристов в этом сезоне. Вот, ну, ожиданий, конечно, хорошего сезона, там власти тоже, турецкие говорят, что там больше 30 миллионов хотят принять за сезон туристов. Вот, ну, все-таки боязно. Местные побаиваются немножко, да, вот, эти мелкие заведения всякие побаиваются, что там какие-то запреты опять все-таки введут. Вот, но пока все идет положительно. Все ждут отмены этих ПЦР-тестов и хорошего сезона. Все надеются. Да, и также вот мы тут упоминали, или не упоминали, ну, в общем, в марте, наверное, в середине марта мы собираемся съездить в Россию, нам нужно там собрать некоторые документы для дальнейшего трудоустройства здесь. И, в общем, если у вас есть какие-то там пожелания что-то вам привезти, может, из Турции, то, пожалуйста, наши директы открыты, пишите, здесь очень-очень классная оливковая марта, масла, оливки, маслины, вообще сладости восточные, все что угодно. Да, не только привезти из Турции, кому-то в Россию может быть, а может быть из России потом в конце апреля нужно будет в Турцию что-то привезти, может колбасу незагреченную, не знаю, может что-то, что-то такое. В общем, да, мы можем привезти и в Россию, и из России сюда. Да, полетим, скорее всего, то есть... Да, так что принимаем заказы. Анталья, Москва, Самара, Самара, Москва, Анталья. И вот такой маршрут будет, так что... Да. Вот, ну, у меня по плану... Мы все вроде бы рассказали вкратце, что хотели на сегодня. Вот, спасибо за ваши вопросы. Нам очень важна обратная связь, потому что это нас мотивирует снимать наши дальнейшие видео. Вот, в последнее время у нас начинают появляться подписчики на Ютубе, это тоже очень радует, потому что мы хотим развивать наш Ютуб-канал и хотим снимать именно то, что вам интересно. А для этого нам вот как раз-таки важно... Да, я даже хотел бы сказать, что мы не планируем прям поселиться на долгие годы в Турции. Вот, и, возможно, мы пробудем в Турции до конца сезона... Не возможно, а точно, мы до конца сезона этого будем в Турции. А на следующий год посмотрим. Может быть, останемся здесь на сезон, может быть, уедем в другое место куда-то, но обязательно к морю, не в России. Обязательно к морю, но это будет уже другая страна. Посмотрим. Так что все это... То есть, наши все переезды, наша работа за границей, так же, как и в 2019 году, да, мы работали на Кипре, мы снимали видео, мы работали в Китае, мы снимали видео. Но там, конечно, не совсем так это было основательно, а, скорее всего, это было так, ну, иногда выложить что-то. Сейчас мы уже регулярно стараемся какую-то информацию записывать и выкладывать, загружать на YouTube. Все? Да. Спасибо за внимание, всем хорошего вечера. Пишите нам в любое время, по любым вопросам, мы всегда рады поделиться с вами. Кирилл про вино спросил. Ну, вино, ну, нормальное, но нам понравилось тут гранатовое вино и какое еще, ежевичное вино. Гранатовое самое классное вино здесь. Такое недорогое, но 350 рублей стоит где-то. Ну, хорошее, легкое такое, прям, как комфорт. Да, фруктовые вины здесь очень вкусные. Да, а обычные виноградные, но так. Мы на Новый год брали с тобой белое, такое, полусладкое, по-моему. Местное, да? Местное, да, оно довольно-таки такое, ну, выше средней цены было. В Микросе мы брали. Ну, нормальное. Андрес тоже очень хороший. Да, но я бы не сказал, что прям лучше французских, испанских. Не, не лучше. Не лучше. Вот, ну все. Все, всем хорошего вечера. Запись будет на YouTube. Пока-пока. Пока-пока всем. Поделиться в IGTV. У меня первый раз полностью сохранилось. Чудно, да, не прорывалось. Хорошего соседа, интернет. Спасибо, спасибо. Там хуйвал, наверное, сейчас фильм посмотреть ему. А у нас записывается камера. А ты тут материшься. Маме покажу. Маме покажу.